итак всем привет дорогие мои 4000 подписчиков 4000 подписчиков когда создавал канал думал что я такого добьюсь две тысячи подписчиков уже 4000 подписчиков да хорошо идем в общем поздравляю всех и говорю спасибо всем кто на меня подписался кто смотрит кто поддерживает вот сегодня я как я обещал на 4000 подписчиков я отвечу на вопросы которые оставляли меня для меня по видео вопрос ответ вопросы поступило вопросы поступило не очень много но сколько же сколько есть и я на них отвечу все на все вопросы ваше ответь старает вашей книги и читать правильно но это же как получится извините ну что ж поехали ответ вопрос ответ ответ отвечу на ваши вопросы так так я не вижу к себе увидите чтобы мне было буквально вот так вот я смог читать ваши книги и так вопрос от лапа олзи как 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 тебе пришла такая замечательная идея начать канала на это на это на эту тему я тоже хотел сделать видео как я решил как сделать но вообще тут есть история такая А в 2009 году, когда, в моей жизни зашли какие-то изменения. И я стал записывать для друзей своих видео, которые я снимал на маминах. Просто тогда мне было реально плохо и мне хотелось выговорить, с кем-то поговорить. Я начал написать такие видео, а позже я купил себе первый микрофон. И стал для друзей написывать такие разговорные видео, как я вам делаю, только для друзей записываю. И выговариваю им все, что у меня на душе творилось. Вот. Так. И так вот, и так вот, короче, 19-й год, потом 20-й год уже наступил. Мы стали общаться со своим другом Владимиром Костриковым. Вот. С которым мы почти полтора года не общались по разным причинам. И когда мы стали общаться, мы поняли то, что мы оба за эти полтора года изменились и стали другие. И он изменился идея воскрытых каналов. И я изменился и стал друг другим. И он мне периодически говорил, что мне надо тоже канал свой создавать и пробовать и видео делать. Но я все как-то боялся, боялся поблищить все твои, боялся что-то видео выкладывать на общий доступ, как кажется, я боялся. Вот. Вот. И... 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 Но... Но... Он... 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 Все... Все... Время... Время... Мне напоминал про это, что тебе надо попробовать канал. создать. Но я как-то откладывал, боялся. И в конце февраля этого года я всё-таки решился это делать, от исходности, от того, что я просто не знал, как дальше. Собственно, сейчас я плохо собираю это направление. Вот. И попробовал создать канал и записать первое видео. Вот. И я подумал, а почему бы и нет? Ведь это можно потом удалить, если кому-то что-то не понравится. Я всегда могу удалить канал. Но получилось так, что я огромную поддержку от людей стал получать. И это вдохновило меня продолжать. И вдохновляю до сих пор продолжать. Снимать видео и делать канал лучше. Вот так. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Переходи к следующему вопросу. Так, почему мне не кричится тут? Сейчас. Вот. Вопрос. Моя шкафка? Ого. По-моему, так читается. Ник этого товарища. Первый вопрос. Какой мой любимый цвет? Мой любимый цвет. Синий. Голубой. Голубой. Еще серый. Оранжевый и желтый. Вот такие вот у меня любимые цвета. Желтый. Не такой ярко-желтый, а ближе к оранжевому, скорее всего. Любимый. 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 Домашние животные. У меня всегда, у нас всегда было много кошки. Собак не было. Вот. А сейчас. У нас живет. Осибирский кот. Который зовут. Нафаня. Вот. Ему лишь. А что эти. Лет. Вот. Мы его очень сильно любим. Очень ухаживаем за ним. Вот. Так что. Да. Есть. На башне живот есть. И. Мы его очень сильно любим. Так. Третий вопрос. Морковки. Есть ли у вас дома комнатные цветы? Да. Есть. Есть. Не комнатные цветы. А. Растения. Есть. Да. У нас. А. 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 Потом. Мя. 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 Именно figured тот родит плохо. И. Еще какие-то чет. Тветы. в этом честно говоря я плохо понимаю так что да и есть не цветы а комнатные растения вот так что морковка я на все твои вопросы ответил надеюсь мастер фломастер какие фильмы тебе нравятся но у меня много фильм который мне нравится и некоторые я уже перечитал давайте и чтят довольно кратко так перечитлю а хоть за проведение две части один дома две части потом рискованный бизнес обязательно потом чудеса науки фильме про гарри портера них есть только до кубка огня потом от заката до рассвета именно в первой части вот городовой перевал тоже можно отнести к любимым фильм так как но я его не часто смотрел еще какие у меня так сейчас скажу вроде все любимые письки 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 письков вот ну если говорить о советских фильмах то есть фильмы такие как бриллиантные рука и так далее и так далее ну все знакомые фильмы всем всем знакомые как работают так то вот мастер я думаю на твои вопросы отвечу так тут идет Рульки спрашивает. Какое твое любимое блюдо? Самое вкусное для тебя. Во сколько просыпаешься и Лару спать? Любимые блюдо у меня... Бо... Бо... А пожалуй Бо... Блин... Любимые блюдо у меня... Бо... Борщ... Такой чтобы... Острый... Был борщ... Люблю... Люблю борщ... Обожаю просто... Вот... Вот... А-а-а-а... Ну да пожалуй только борщ... Могу сказать... А так... Пожалуй... Любимый... Любимый блюдо у меня так особо нет... Я так и ем... Практически... Ну не практически... Все что готовить... То и ем... Супы... Макароны люблю... Пожаренные... Вот... Во сколько ложусь спать? Во сколько просыпаюсь? Когда... Когда как... В общем-то... В общем-то... В общем... Ложусь... В два... В два часа где-то... В ночи... Вон... Просыпаюсь. Могу просыпаться в полдесятого. Могу просыпаться позже в десять, в одиннадцать, когда с таблетки так, в пол одиннадцатого могу поспать. Сейчас я редко так и даже с таблетки отстою, в десять часов где-то. Так что вот, и руки, думаю, на твои вопросы я ответил. Переходим к следующему вопросу. Давай... По-моему, так читается. Ник... А спрашивает... Какие планы на лето? Ну, планы на лето я уже делал видео. Что? 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 Друга. Вот. Пообщаться... В... В ре... В ре... В ре... В реале, так сказать, с... с ним... В... 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 Дальше переходим. Ты смотрел когда-нибудь аниме? Какие впечатления, какие любимые? Аниме я, конечно, смотрел. Начинался на Наруто в плече под руку. Гандам смотрел. Несколько штук. А какие любимые? Вот есть такая игра как... GU. Вот. И по ней... В общем, я как и в честь смотрел. В девяностое... Сэйлор Мон смотрел. Тоже как и в девяностое. Немного потом смотрел покемонов. Ну, это так. Из прошлого. А так, любимые аниме. Пожалуйста, мне... Вот по игре как... GU. Сделали аниме. Называется Хак Руц. Хак Корни. Вот. И... Оно... Я... 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 А... Аниме не... Давно уже не смотрел. Давно. Очень давно. Вот. И вот. Оно первое за долгое время Хак Корни. Оно первое за долгое время. Аниме, которое я посмотрел. Оно мне понравилось. Вот. Потому что и... Ико. Игра мне очень понравилось своей стилистикой. Оно, такое... Восточные... Олигентинованная восточную стилистику. Такое. Аниме, вот, это хак Корни. Она сделана тоже по этому стилю, очень мне понравилась, так что вот пожалуй как Хак.Корни набери в гугле аниме Хак.Корни или Хак.Рутс Оно это не для всех, это я так не могу сказать, но оно для тех кто во первых поиграл Игру саму.Оно как самостоятельное аниме, оно тоже очень вполне хорошее, оно все таки все таки для фанатов, кто прошел игру. Вот, вот и я даже сейчас покажу пожалуй, как оно называется точно. Вот оно называется вот так вот, надо поставить точку в названии. Название, сейчас подожди чуть-чуть. Название, первая стоит точка. Потом пишем слово как и потом РУТС И вот можно про него прочитать. Очень классная аниме, очень мне атмосфера понравилась. Понравилось. Вот такой вот аниме, который мне последний раз сам понравился. Дальше видео по вопросам. Вопрос от Ленкин Сапсона. Как относится к пророку Санбою? Я честное слово не знаю кто это такой. Я бы ответил на твои вопросы, а так не могу ответить. Так, щи щи щи. Откопи. Вопрос от Яков. Много вопросов. Много вопросов. Так что. Постараюсь. Ответить. За вопросы я делаю чуть-чуть. Сложные. Так, щас я оставлю такой. Микрофон. Так. Живы ли твои родители? И чем они занимаются? Да, родители, слава богу, живы. Вот. Скажу просто так. Отец. На работе работает. Макс сидит за мной в руках хожу. Такой вот ответ. Вижу у тебя. Есть иконы. читаешь ли ты молитвы и следацу какие волосы откуда-то кошачьи как оба гладил свою остальщику волос так иконы ну погодите откуда у меня тут ну иконы есть да есть во первых я на тему религии я уже все ответил все и и на канале есть видео который так и называется моё отношение к религию так что посмотри его и знаешь ответ на свой вопрос еще и рекомендую посмотреть видео которое там называется о типах людей которые пишут в комментарии это вопрос на этот вопрос еще ответил специально для еще раз покажу видео я буду ответить на твой вопрос вот она есть вот а она так и называется а мое отношение к религию так что все все спрашивают как я молюсь ли я или как я вообще отношусь к религии вы найдете ответ именно в этом видео посмотрите его и все поймете а начать на тему религии я не хочу говорить если я говорю это такая личная тема для каждого и для меня личная тема я не хочу говорить я специально написал видео вот которое на этот на этот вопрос ответит вот так что посмотрите меня второй и второе видео которое я тоже затрониллило эту 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 тему ну называется вот так категорские людей которые пишут коментарии Там я тоже этот вопрос поднимаю и говорю про это. А так я уже много про это говорил. Видео идут, я не собираюсь как бы повторять. Посмотрите эти два видео, кто хочет понять, какая моя вера, вера в Бога, религии и так далее. Посмотрите вот эти два видео и в обстоятельстве. Думаю, вы получите ответ на этот вопрос. Так, следующий вопрос. Делаешь ли ты гимнастику? Сейчас я поставлю тут удобнее. В детстве у меня массаж. Делаешь каждый день? Вот. А когда ты умер в 2000 году? Так у нас жизнь изменилась и мы перестали делать массаж каждый день. А так спасибо дедушке за то, что он всегда пытался мне как-то развивать. Вот он всегда пытался какие-то упражнения, и мне придумывать какие-то тренажеры. А как его? А как его не стало? В первом таком у нас жизнь поменялась. И мы это все делать перестали. Так что вот Яков, думаю, на твои вопросы я ответил. Вместе с Натальей Бородиной спрашивают, с кем я живу. Ну я отвечал, что я живу только с родителями. Раньше были еще дедушки и бабушки, но их уже нету. Все эти исчезли, я живу только с родителями. И он не спрашивает, какой-то странный миг спрашивает. У тебя руки так не дергаются, это понятно? Например, есть синдром чужой руки, тогда человек может себя и убить. Пальцем вопрос, а руки могут сами убить тебя или? Ну может, или что, держать чашку что-нибудь туда? Нет, есть синдром чужой руки у меня нет. Руки себя не объют. Просто я ими управляю. Держать предмет я могу. Яблоко поесть, еще что-то такое. А вот чай пить. У меня уже не получится, руки плохо слушаются. И я могу пролить вирусный чай. Надеюсь, я на твой вопрос ответил. У меня есть вопрос с какого-то города. Яков. Что я не в Зугарской области? А город? Яков. Ну это... Сейчас подойдите. Ну это... Яков. 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 Это такой маленький город, Борж называется, и вот в Боржском районе есть поселок один, называется Октябрьский. Вот я в нём и проживаю. Надеюсь, я на твои вопросы ответил. Мой канал пишет. Привет, дружище! А скажи о твоих целях, мечтах? Какие они у тебя? И что ты воспринимаешь, чтобы приблизиться к ним? Мои мечты такие простые. Найти девушку в себе, стать здоровым, улучшить свое здоровье и жить в себе тихо, мирно. И вот такие простые у меня мечты. Найти свою любовь. Найти свою вторую половинку, чтобы мы понимали друг друга. И укрепить свое здоровье, чтобы просто прожить подошве и насладить жизнь тихой, спокойной жизнью. Вот такие у меня цели. Надеюсь, я на этот вопрос ответил. Так. Приходит. Дальше. Так. 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 Это и вопрос. Милли Балк спрашивает. А оправдывает ли мой канал? Мое рождание? Да. Да. Оправдывает. Полностью оправдывает. Благодаря поддержке, благодаря комментариям, он оправдывает мои ожидания полностью. Благодарю. А мама простынула. От Ленинкина Самсоновна, считаешь ли ты, что девушка в жизни всё даёт легче, чем мужчинам, и что девушки никогда не смогут понять мужские проблемы, Вроде не достать одиночество, или нам так кажется, потому что мы не видим друг в стране, это хороший вопрос, сам сломан, это хороший вопрос, Ну смотри, девушка в каком плане им легче, они используют свою красоту, красота им помогает, Помогает в жизни, достигает целей, Многого добиваются, в основном из-за своей красоты, из-за своего тела, вот, а мужчинам что приходится делать, У мужчинам, у них, у нас в основном нет красоты, и нам приходится как-то другими способами доказывать как-то своё превосходство, То, что мы на что способны перед девушками, чтобы они на нас обращали внимание как-то своё, вот. А насчёт того, что, понимают ли они мужское одиночество, я думаю, что да, понимают. Есть некоторые знакомые, которые очень, девушки знакомые, которые понимают, да, что такое реально одиночество, Они разделяют с точки зрения, что это очень тоже одному жить тяжело, так что да, Такие девушки есть, которые разделяют наше чувство одиночества, понимают его и могут подержать в этом вопросе. Ну, вот такой вот мой ответ. Надеюсь, я на твой вопрос, Сапсун, ответил. Дальше. А, дурный отец Сапсуна? Ну, он вообще не впишет другого. Так, Аккаунты. Вот. Ну, как ты считаешь, в детстве развлекательный? Тильный контент действительно был лучше, чем сейчас, или мы просто тогда были более впечатлительными. Да, вот тоже хороший вопрос. Потому что я вот включаю телевизор и не нахожу уже чего посмотреть. Раньше такого не было, раньше. В детстве ты включаешь телевизор и всегда какую-нибудь передачу или мультфильмы находил. Или какой-нибудь крутой шоу. Много было хороших шоу. Вот. То есть ты всегда мог найти что-то смотреть? Сейчас? Я такого не... Просто не наблюдаю. Может быть потому что... Может быть потому что контент стал делаться для нового поколения, а может быть он действительно стал хуже. Не знаю что сказать по этому поводу. Ну, то что телевидение стало не то что хуже, а совсем другим. Ну, и я бы лично сказал, что для меня стало телевидение хуже. Вот. Не такой выбор стал передач, которые могли внимание моё привлечь. И чтобы я так, скажем, в час или больше мог смотреть телевизор. Сейчас такого нет. Поэтому изменились мы и изменился телевидение. Я думаю и то и то изменилось. И мы изменились. И мы изменились. Сами. Потому что мы стали взрослее. Вот. И телевидение стало. Что под новое поколение можно передать делать? Да, 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 да. Задав... По Ютубу не надо... Нечего посмотреть. Что же говорить про телевидение? Такой вот у меня ответ. Не могу дать точного ответа, что стало изменилось. Или телевидение. Скорее всего, оба аспекта изменились. Изменились. Так что вот. Такой ответ. Идёт. Да? Да? А, ну ладно. Это ты тоже самый. Вопрос только с другого аккаунта. Ну почему-то... Ну да, я на него ответил. И ещё, 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 ещё. Вопрос от... Ад. Стационно. Каким ты видишь канал будущим, и есть ли у тебя долгосрочные стратегии развития? Хороший вопрос. Каким я вижу канал будущим? Ну, наверное, где-нибудь подписчиков. Десять тысяч. Где нефти соберу. Вот. Потом. Включил. Манитизацию. Как. Наберу. Неплодимый. Часов просмотров. Потом ещё. Включил. Кнопку. Ас. 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 Спонсорства. Которые. Тоже будут давать. Которые. Которые. Эти девочки. Плюшки. И мне. И подписчикам. Вот. Ну. А какие. А какой ещё. Будущий. Так и буду рассказывать. О своей жизни. Вот. В... В... Вас... Вас... Во... Во... возможно ещё. Рекламу. Буду предлагать. Это то что... У нас же как-то... Расследуют. Ум... Уааааааа... Воаааа... Так и буду рассказывать... заработок ютуба, потому что мне нравится тут работать, как она работает и использует ютуб, и почему мне рекламу не предлагать свою. Вот. Ну это надо хотя бы 10 тысяч подписчиков я не знаю сколько, 15 тысяч, не знаю сколько, около того, чтобы начать предлагать рекламу покупать. А стратегии? Ты мою стратегию знаешь? Вот и пока что не буду придерживать, эта стратегия. Пока эта стратегия работает, буду этой стратегией придерживаться. Вот. Такие планы. А так еще будут истории из детства, воспоминания из детства, какие-то обзоры, может быть фильмы какие-то, игры. Вот. Вот такой будущее я видел с моего канала. Так что вот. Артем без... Артем беззубец пишет, пишет. Сколько тебе лет и есть ли брат или сестра? Артем беззубец пишет, пишет. Я уже много раз говорил, что у меня 32 года. Насчет брата и сестры у меня никого нет. В детстве много раз родители предлагали брата и сестры. Но я попал в сестры и думал, что если у меня будет брат и сестра, то все внимание на них переключится и меня будет меньше любить. Ну, сейчас я, конечно, понимаю, что я был дурак и не прав. Потому что сейчас бы была, наверное, хорошая помощь, если был бы брат и сестра или сестра, сестра, который бы мне, мы, 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 мы проблемы бы разделяли, была бы хорошая помощь и родителям и мне. А так у меня есть много двоюродных, двоюродных братьев-сестер. Но с ними мы не общались вовсе. Или когда-то общались, но уже прекратили. по многим причинам. Так что вот, Артём, думаю, я на твой вопрос ответил. И это был, слава богу, последний вопрос, потому что я устал, если хотеть ответить на вопросы. Огромное вам спасибо за все вопросы, которые вы мне написали. Да. Получился такой длинное видео опять кручут. Ну ладно. Я ответил на все вопросы. Надеюсь, у людей их остается меньше теперь. И они не будут задавать больше вопросов по сто раз, на которые я уже отвечал. В общем, ладно, ребята, пока. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо, кто подписался. Спасибо за ваши вопросы. И до скорого. Увидимся в следующих видео. Пока.